Белорусская энергетика началась у Гомельской области в 1889 году. Первая промысловая электростанция начала прослать на Добрской папировой фабрице. Обращая непосредственно в творчестве, она обеспечивала электроэнергией, отделение банка, городскую аптеку и квартиру директора. И еще раз год электростанция завелась уже у Гомеля. Правда, ее могутность опала только для осветления Палаца Паскевича. Групп Гомель Энерго ладила день по энергобеспечению сирот индивидуальных предприниманников и работников микроорганизаций. Калинковской энергетики организовали акцию для детей за беспеку разум. Энергетики Гомельщины увошли в ликпероморство в республиканского конкурса по энергоэффективности. Это только некоторые из започных новин уголовного энергетичного предпринимства региона. Сегодня сфера его деятельности не обмеживается только одним накерунком. Але основная задача застаётся неазменной гарантование энергетичной беспеки краины за глобальными метами выращения конкретных проблем, актуальных для в области. Коли у наши дни размовиде у першого черга модернизации, то ещё некакие 10 годів тому шмат сил накеровался на звичайное забеспечение электроэнергии сельских организаций. Вырос энергия життя завсюду имел конкретное наполнение. Устали менять голые провода на изолированное. Всё-таки очень много сетей проходит по лесу. И при ветрах, сильных снегопадах падали деревья на провода ложились, ещё что-нибудь. А если провода изолированы, дерево может лежать, и только при обходе линия может работать. Минимизация негативного узденья на новокольное сяродье, повышение надзейности и эффективности истнуючих энергосистем, модернизация в творчестве и новой магутности. Сярод основных достигнений у этого года – реконструкция ЦС-1. Это был, за правду, международный проект. Сродки на будовництво выдасткованы Международным банком реконструкции и развития. Распросовкой проектной документации, поставкой обсталявания и выкананием усякого комплекса работ занималась и китайская машинобудовничая корпорация. По вынику, магутность станции поэлечилась больше к 6 разов, а объём вырабляемой продукции взросла малю двоя. Але только этим объектам планы гомельских энергетиков не обмяжёвываются. Задачи окреслены, границы финансования вызначены. Основные объекты, которые мы делаем, это по модернизации подстанций. Мы модернизируем там оборудование, мы занимаемся изолированным проводом, мы занимаемся в тепловых сетях установкой новых трубопроводов для снижения потерь в сетях, для снижения потерь через изоляцию. Ну и кроме этого, перспектива всегда с учётом интеграции в атомную АЭС мы будем планировать вводить новые объекты на Рогачёвской котельной, на Черниговской котельной. Это установка электрокотлов.